Как я уже говорила в самом начале, картинка совершенно не чёрно-белая. В северокавказских культурах есть много чего, что нравится самим женщинам, и о чём они говорят, что их традиции и местные правила защищают их. Они чувствуют себя более уверенными, они чувствуют себя более уважаемыми. Это может даже проявляться, например, в социальной дистанции на улицах, что если женщина идёт по улице, то мужчины не будут приближаться к ней, не принято прикасаться к незнакомым женщинам и вообще вести себя как-то неуважительно и фривольно. И в том числе женщины Северокавказа говорят, что даже дресс-код, который многие из них добровольно сами решают использовать, например, носить хиджаб и закрытую одежду, он защищает их, он скрывает их от нежелательных взглядов, и многие женщины очень гордятся именно такой добродетелью, как они говорят, чистотой северокавказских женщин. Как и во многих других случаях, можно отметить тенденцию, что женщины меняют своё поведение по отношению к браку. Например, молодые девушки иногда сознательно стремятся немножко отсрочить момент замужества, чтобы получить образование, чтобы найти хорошую работу и лишь затем уже в более позднем возрасте, чем это было раньше, выходить замуж и рожать детей. Это общая мировая тенденция, которая также вполне себе проявляется на Северном Кавказе. Необходимость получения образования рассматривается как своего рода парашют, который можно использовать, если что-то в жизни пойдет не так. Например, родители говорят девушкам, что образование им нужно получить, если вдруг случится ситуация, она, например, разведется и останется одна с ребенком, чтобы она могла в этом случае прокормить и себя, и ребенка. Интересно, что многие женщины, которые, что называется, получили высокий статус и стали сильной женщиной, иногда не очень радуются этому положению дел. И одна из стратегий это все-таки поиск сильного мужчины, на которого можно было опереться, чтобы не принимать самой все важные решения и чтобы не быть главным экономическим субъектом семьи. В то же время другие женщины используют разнообразные стратегии для того, чтобы выходить из-под гнета патриархата, когда в случаях, когда над ними давлеют традиции и какие-то вещи им не нравятся, они, например, принимают решение не выходить замуж. Это тоже одна из стратегий, которую мы обнаружили в нашем исследовании, потому что неудачные примеры жизни подруг или, например, собственных матерей, которых слишком сильно контролируют их мужья, они приводят женщин к этому выводу, что лучше жить одной, быть независимой, но пожертвовать семейным счастьем, которое достаточно важно в этой культуре, потому что роль семьи и статус семьи занимает центральное место в кавказской культуре. Некоторые женщины сознательно решаются на развод. Если еще несколько лет назад быть разведенной, это была все-таки достаточно серьезная стигма, то сейчас можно заметить, что количество разводов, хоть и не светских, но религиозных, тем не менее увеличивается. Многие женщины отмечают, что для них важнее быть свободной, важнее жить той жизнью, которую они хотят, чем сохранять вот эту семью, которая не приносит ей счастье и является для нее только таким закрепощающим местом, которое ограничивает ее права и свободы. Вообще, если говорить о том, насколько традиции и религия влияют на жизнь женщины, закрепощают ее или, наоборот, освобождают, здесь обязательно стоит упомянуть такое явление, как исламский феминизм. Многие женщины, живущие в исламских странах или, так скажем, в странах с сильным влиянием ислама, они стараются использовать те положения Корана и те нормы шариата, которые как раз возвышают женщину, делают ее положение особым, более уважаемым. Кроме того, в Коране написано достаточно много о том, что женщины и мужчины равны, что, в общем-то, естественно, перед лицом Бога все равны и поэтому эти нормы, так называемые исламские феминистки, они используют и через это они снимают вот этот конфликт, как быть современной женщиной и в то же время быть религиозной. И, например, такие исследовательницы, как Лейла Ахмед и Фатима Мирниси, они как раз являются практикующими женщинами, они обе религиозные, тем не менее, они стоят вполне себе на феминистских традициях.